Приветствую всех любителей немецкого на своем канале. Меня зовут Мила Брант и сегодня я вместе с вами буду разбираться с темой, о которой вы так просили, падежи в немецком языке. Но прежде чем начать, проверьте, что вы подписаны на канал, чтобы не пропустить следующую часть. Готовы? Los geht's. В немецком языке есть всего четыре падежа. Это хорошая новость, в отличие от русского, в котором шесть. Итак, как называются падежи на немецком языке? Номинатив, Аккузатив, Датив и Генитив. Сегодня мы начнем наше знакомство с двух первых падежей Номинатив и Аккузатив. На что, собственно, влияет падеж? Все очень просто. В зависимости от падежа у существительных меняются формы артиклей, а прилагательные получают свои окончания. Давайте перейдем к падежам и начнем с Номинатива. Итак, Номинатив это знакомый нам именительный падеж. Он отвечает на такие вопросы. Виа? Кто? Вас. Что? Виа? Вас. И мы рассмотрим вначале формы определенного артикля в Номинативе. Итак, для мужского рода им номинатив в именительном падеже артикль будет ДИА. Это определенный артикль. ДИА маскулином для мужского рода. Смотрим в примере. ДИА МАН ИСТ НЕТ. Мужчина милый. ДИА МАН ИСТ НЕТ. Это Номинатив, именительный падеж. Кто? Что? Мужчина. Кто? ДИА МАН. Как вы видите, в этом случае прилагательное не принимает никаких окончаний и менять что-либо нет необходимости. В женском роде определенный артикль ДИ. ФЕМИНИНУМ. Женский род имеет артикль ДИ. Zum Beispiel. ДИ ШУЛЕ ИСТ КЛАЙН. ШКОЛА МАЛЕНЬКАЯ. Что? ШКОЛА. ДИ ШУЛЕ ИСТ КЛАЙН. И средний род имеет в Номинативе артикль ДАС. Определенный артикль в среднем роде. Средний род НОЙТРУМ. Артикль ДАС. Zum Beispiel. ДАС ПФЕРТ ИСТ ШНЕЛЬ. ДАС ПФЕРТ ЛОШАДЬ ИСТ ШНЕЛЬ. Быстрое. Кто? Что? ЛОШАДЬ. Это вопросы номинатива именительного падежа. И множественное число имеет в номинативе артикль ДИ. Только так. ДИ. И дальше посмотрим в примере. ДИ МЮНЦЕН СИНТ ГЛЕНЦЕНТ. ДИ МЮНЦЕН. Что? МОНЕТЫ. СИНТ ГЛЕНЦЕНТ. БЛЕСТЯЩИЕ. ДОСЛОВНО ЕСТЬ БЛЕСТЯЩИЕ. ДИ МЮНЦЕН. Мы также можем увидеть форму множественного числа по глаголу СИНТ. СИНТ – это уже множественное число. И дальше с вами рассмотрим формы неопределённого артикля и также отрицание КАЙН. Итак, в мужском роде неопределённый артикль им номинатив в именительном падеже будет звучать так. АЙН. АЙН для маскулин. Или КАЙН для отрицания. Посмотрим в примере. ДАС ИСТ КАЙН МАН. ДАС ИСТ АЙНЕ МОДЕЛЬ ПУПЕ. ДАС ИСТ КАЙН МАН. Это НЕ МУЩИНА. Это есть кто что. НЕ МУЩИНА. ДАС ИСТ АЙНЕ МОДЕЛЬ ПУПЕ. Это манекен. МОДЕЛЬ ПУПЕ. Дословно модельная кукла. ДИ ПУПЕ – это кукла. В женском роде артикль принимает форму АЙНЕ или КАЙНЕ. АЙНЕ ОРА КАЙНЕ при отрицании. ЗУМ ВЕШПЕЛЬ. ХИЕ ИСТ АЙНЕ ШУЛЕ, АБЕ КАЙНЕ ПОСТ. ХИЕ ИСТ АЙНЕ ШУЛЕ. Здесь есть школа. АБЕ КАЙНЕ ПОСТ. Но нет почты. Но не почта. Дословно. И в среднем роде. Артикль АЙНЕ при отрицании КАЙНЕ. АЙНЕ ОРА КАЙНЕ. ЗУМ ВЕШПЕЛЬ. ДА ЛИБТ КАЙН ХУНД. СОНДАН ЭЙН ПАПАГАЙ. ДА ЛИБТ КАЙН ХУНД. Там живет. Не собака. СОНДАН ЭЙН ПАПАГАЙ. А ПАПУГАЙ. СОНДАН – это как противопоставление. Не то, но это. КАЙН ХУНД СОНДАН ЭЙН ПАПАГАЙ. И формы множественного числа для неопределенного артикля не существует. Это очень важно сказать. А отрицание КАЙН превращается КАЙНЕ во множественном числе. Итак, запомните, пожалуйста, что формы АЙНЕ, АЙН или каким-то образом ЕЩЁ по множественному числе не существует. Только ДИ. Только определенный артикль. И отрицаем через КАЙНЕ. ЗУМ ВЕШПЕЛЬ. Например. ДОСЛОВНО «ОНИ ЕСТЬ НЕ ЮРИСТЫ». У НОМИНАТИВ есть твоя особенность. Он независим от предлогов, в отличие, например, от АККУЗАТИВА, о котором мы поговорим дальше. Зато есть несколько глаголов, после которых мы можем использовать только НОМИНАТИВ, только ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАТИЖ. Например, такой глагол, как ЗАЙН, БЫТЬ, ЗАЙН. ЗИ ИСТЬ АЙНЕ ПРОФЕСЬЁНЕЛЕ ТЕНЦЕРИН. ЗИ ИСТЬ АЙНЕ ПРОФЕСЬЁНЕЛЕ ТЕНЦЕРИН. Она – профессиональный танцор или профессиональная танцовщица, в данном случае для девушки. И мы видим с этим глаголом пример в форме ИСТ. Она есть – профессиональная танцовщица. Следующий глагол, который характерен для НОМИНАТИВА, это ВЕРН – становиться. ВЕРН – становиться. После этого глагола идет НОМИНАТИВ, ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАТИЖ. Следующий глагол, БЛАЙБЕН – оставаться. БЛАЙБЕН – zum Beispiel Auch nach einem Streit bleibt sie meine Freundin. Auch nach einem Streit, даже после СОРЫ, bleibt sie meine Freundin. Она остается моей подругой. ХАЙСЕН – также глагол, который требует после СЕБЯ НОМИНАТИВА. ИХ ХАЙСЕ МИЛА – zum Beispiel, например, меня зовут Мила. УНД ВИ ХАЙСЕН СИ? А как зовут вас? Напишите в комментариях. А мы рассмотрим с вами второй падеж на сегодня – АККУЗАТИВ. АККУЗАТИВ имеет три вопроса, два из которых совпадают с ВИНИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ в русском языке. ВЕН – КОГО, ВЕН – КОГО, ВАС – ЧТО. И третий вопрос, который имеет АККУЗАТИВ – ВОГИН – КУДА. ВОГИН – КУДА. В АККУЗАТИВе артикли остаются такими же, как и в НОМИНАТИВе, за исключением мужского рода. Давайте рассмотрим примеры. Итак, форма определенного артикля. Мужской род, маскулин, имеет артикль ДЕН. То есть ДИА меняется на ДЕН. Смотрим в примере. Мы видим, что ДИА ПАК, начальная форма парка, поменялась на ДЕН. Потому что вопрос АККУЗАТИВа – ПОГИН – меняем ДИА на ДЕН. Он идет в парк. Моя рекомендация вам запоминать сразу эти конструкции с артиклем, не задумываясь, это ДЕР или ДЕН или ДИ. Прямо запоминайте в конструкциях и в этих словосочетаниях. Я иду куда? Их гея им ДЕН ПАРК. Я иду в парк. Женский род остается без изменений. ДИ. ЗУМ ВЕШПЕЛЬ. СИСТЬ ТУ ДИ МУТА? Ты видишь маму? СИСТЬ ТУ ДИ МУТА? Ставим вопрос ВЕНН. КОГО? КОГО ты видишь? И средний род также остается без изменений. Как и в номинативе, в аккузатив это будет ДАС. ЗУМ ВЕШПЕЛЬ. ИХ НЕЙМЕ ДАС ТАКСИ. Я поеду на такси. По-немецки ИХ НЕЙМЕ ВАС Я ВОЗЬМУ ЧТО. НЕЙМЕН означает БРАТЬ или ВЗЯТЬ. Дословно Я ВОЗЬМУ ТАКСИ. Я ВОЗЬМУ ЧТО. ИХ НЕЙМЕ ДАС ТАКСИ. Множественное число имеет также артикль ДИ, как и в номинативе. Учительница говорит об успехах своих учеников. Мы видим здесь УБА ДИ. Мы видим здесь предлог УБА. Об этом тоже будет в нашем видео. Какие предлоги используются с каким падежом. Не переживайте. Это все возможно освоить. А мы рассмотрим формы неопределенного артикля и отрицания КАЙН в аккузативе. Итак. Для мужского рода маскулину это будет следующим образом. АЙНЕН или КАЙНЕН. Смотрим в примере. Так всегда легче понять. ЭР ТРИНКТ КАЙНЕН ВАЙН. АБЕР ЭР ТРИНКТ ГАН ЭЙНЕН ТРАУБЕНСАФТ. ЭР ТРИНКТ КАЙНЕН ВАЙН. Он не пьет вино. Мы видим КАЙНЕН в отрицании. В данном случае вино это ОН, ДЕР ВАЙН. То есть мужской род принимает окончание КАЙНЕН. АБЕР НО. ЭР ТРИНКТ ГАН ЭЙНЕН ТРАУБЕНСАФТ. Но он охотно пьет виноградный сок. ЭЙНЕН ТРАУБЕНСАФТ. Сок будет иметь также мужской род. ДЕР ТРАУБЕНСАФТ. Но когда мы задаем вопрос, что пить, мы используем, конечно же, оккузатив. И в женском роде у нас остается без изменений АЙНЕ и КАЙНЕ, так же, как был номинатив. Смотрим в примере для женского рода. Я ХОЧУ или ХОТЕЛА БЫ КУПИТЬ СУМКУ. ЭЙНЕ ТАШЕ. КОГО или ЧТО я покупаю. Это аккузатив. КАЙНЕ ТАССЕ. НЕ ЧАШКУ. Эти два слова очень часто путают. ТАШЕ и ТАССЕ. В данном случае мы видим в примере два этих слова. Я ХОЧУ КУПИТЬ СУМКУ. КАЙНЕ ТАССЕ. НЕ ЧАШКУ. ДИ ТАССЕ – это ЧАШКА. И для среднего рода будет артикль АЙНЕ и в отрицании КАЙНЕ. ЗУМ БАЙШПИЛЬ, НАПРИМЕР. МАРИЯ ВИЛЬ ЭЙН ЭЙС ЭССН. КАЙН БОНБОН. МАРИЯ ВИЛЬ. МАРИЯ ХОЧЕТ. ЧТО СЕСТЬ. АЙН ЭЙС ЭССН. СКУШАТЬ МОРОЖЕНОЕ. КАЙН БОНБОН. НЕ ЛЕДЕНЕЦ. КАЙН БОНБОН. Для множественного числа в аккузативе, так же как и в номинативе, не существует формы неопределенного артикля. А вот отрицание КАЙН имеет форму КАЙНЕ, так же как и в номинатив. Итак, смотрим. СИ ВИЛЬ КАЙНЕ БЮЩА КАУФН. ОНА НЕ ХОЧЕТ ПОКУПАТЬ КНИГИ. СИ ВИЛЬ КАЙНЕ БЮЩА КАУФН. ОНА НЕ ХОЧЕТ ЧТО ПОКУПАТЬ. Это будет аккузатив. Обращаю ваше внимание, СИ стоит в номинативе, в именительном падеже. КАЙНЕ БЮЩА КНИГИ стоит в аккузативе. ПОКУПАТЬ ЧТО. Надеюсь, вам этот момент понятен. Также у аккузатива есть группа предлогов, которые всегда употребляются только с ним. Маленький совет. Если вы видите предлог, который требует какой-то определенный падеж, для вас это будет большая подсказка. Ну, конечно, здесь нужно запомнить эти предлоги. Давайте с ними познакомимся. Предлоги, которые требуют после себя аккузатив. Такие, например, как ГЕГЕН, ПРОТИВ, ГЕГЕН. ВЕР СПЕЛЬТ ГЕГЕН МИХ? КТО СЫГРАЕТ ПРОТИВ МЕНЯ? ВЕР СПЕЛЬТ ГЕГЕН МИХ? ПРОТИВ МЕНЯ? Следующий предлог. ФЮР, ДЛЯ. ФЮР переводим как ДЛЯ или ЗА. ЗАМ БЕЙШПЕЛЬ. ДАС ИСТЬ ФЮР ДИХ? ЭТА ДЛЯ ТЕБЯ. ДАС ИСТЬ ФЮР ДИХ? ЭТА ДЛЯ ТЕБЯ. ЕЩЁ ОДИН ПРЕДЛОГ МИТ АККУЗАТИВ. ОНЕ, БЕС. ОНЕ, БЕС ЧЕГОТО ИЛИ КОГОТО. ИХ КАН НИХ МАХН ОНЕ МАЙНЕН КОМПЮТЕР. ЗУМ БЕЙШПИЛЬ, НА ПРИМЕРЕ. СМОТРИМ. ИХ КАН НИХЦ МАХН ООНЕ МАЙНЕН КОМПЮТЕР. Я НЕ МОГУ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ ИЛИ СДЕЛАТЬ БЕЗ МОЕГО КОМПЮТЕРА. ОНЕ МАЙНЕН КОМПЮТЕР. Вы видите, после предлога стоит АККУЗАТИВ АЙНЕН КОМПЮТЕР, потому что это мужской род. ЕЩЕ ОДЕН ПРЕДЛОГ ДУЩЬ, ЧЕРЕЗ, СКВОЗЬ, ДУЩЬ. ЗУМ БЕЙШПИЛЬ, ДИЗЕ ШТРАССЕ ФЕРТ ДУЮТ ДУЮТ ДЕН ВАЛЬД. ЭТА ДОРОГА ВЕДЁТ ЧЕРЕЗ ЛЕС. ДИЗЕ ШТРАССЕ, ЭТА УЛИЦА или ЭТА ДОРОГА, ФЮРТ, ФЮРЕН, ВЕСТИ, ДУЮЩ ДЕН ВАЛЬД, ЧЕРЕЗ ЛЕС. Мы видим также, что это АККУЗАТИВ ДЕР ВАЛЬД, мужского рода слово, меняется в АККУЗАТИВЕ на ДЕН, ДУЮЩ ДЕН ВАЛЬД. ЕЩЕ ОДИН ПРЕДЛОГ УМ, В, ВОСТОЛЬКОТА, если речь идёт, например, о времени. ИХ ТРЕФЕ АЛЕКС УМ ЭЛЬФ УА. ИХ ТРЕФЕ АЛЕКС УМ ЭЛЬФ УА. Я ВСТРЕЧАЮСЬ С АЛЕКСАМ В ОДИНАДЦАТЬ ЧЕСОВ. ДОСЛОВНО Я ВСТРЕЧАЮ АЛЕКСА В ОДИНАДЦАТЬ. БИС ДО ЧЕГОТА. ДУ МУСТ БИС СЕКС УР ФЕРТИХ САЙН. ДУ МУСТ БИС СЕКС УР ФЕРТИХ САЙН. ДУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ ДО ШЕСТИ ЧАСОВ. ФЕРТИХ САЙН. БЫТЬ ГОТОВЫМ. И ЕЩЁ ОДИН ЗА ГЛАВНЫХ ТАКИХ ПРЕДЛОГОВ АККУЗАТИВА. ЭТО ЭНТЛАН. ВДОЛЬ. ЭНТЛАН. ИХ ГЕЙ ДИ УФА ШТРАССЕ ЭНТЛАН. Я ИДУ ВДОЛЬ НАБЕРЕЖНОЙ УЛИЦЫ. ИХ ГЕЙ ДИ УФА ШТРАССЕ ЭНТЛАН. Мы видим здесь тоже АККУЗАТИВ. Ну вот и всё на сегодня. А чтобы вы ещё лучше запомнили тему, попробуйте перевести на немецкий язык следующее предложение. Я ПОКУПАЮ ПОДАРОК ДЛЯ ПАПЫ. ДАС КЕШЕНЬК ПОДАРОК. Слово вам для подсказки. ДАС КЕШЕНЬК. Второе предложение. Он станет хорошим учителем. Он станет хорошим учителем. Слово УЧИТЕЛЬ ДЕЛИРА. И третье. ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ ПРОЛЕТЕЛ СКВОЗЬ ВОРОТА. ДАСТУА. Слово ВОРОТА на немецком языке. Обязательно пишите свои ответы в комментариях, а также расскажите, удалось ли вам подружиться с этими падежами. БИС БАЛД!